По сообщению радио «Свободная Азия», основанному на информации, содержащейся в уйгурском судебном архиве «Сахид Бис», 74-летний Абдур-Рызак Асман, его сын Мехмед Турсун Абдур-Рызак и внук Хайрул Мехмед Студент, проживающие в пятом районе поселка Булаксука на Шехирского района провинции Кашгар Восточного Туркестана, были арестованы и заключены в тюрьму в 2017 году. Абдур-Рызак Асман был приговорен к 10 годам лишения свободы, но умер в тюрьме в 2018 году. Его сын Мехмед Турсун и внук Хайрул Мехмед, студент 1989 года рождения, также находятся в заключении с тех пор. Таким образом, три поколения уйгурской семьи из Восточного Туркестана, включая деда, отца и внука, являются жертвами политики геноцида Китая. Палата представителей Конгресса США провела заседание, посвященное проблеме торговли органами в Восточном Туркестане. Геноцид уйгуров и поддержка этой деятельности китайским правительством были подробно освещены в выступлениях, сделанных в Конгрессе США. Вечером 26 марта состояли специальные слушания, призванные повысить уровень осведомленности в США и проинформировать различные слои населения об опасностях, связанных с этой проблемой. На мероприятии, организованном совместно Уйгурской ассоциацией Америки, Уйгурским проектом по правам человека, Уйгурским движением и Исполнительным комитетом Конгресса США по делам Китая, была представлена важная информация о политике геноцида китайского правительства в уйгурском регионе и ее последствиях. На прошлой неделе Восточный Туркестан посетил высоко поставленный чиновник Коммунистической партии Китая, который непосредственно ознакомился с практической реализацией политики геноцида в этом регионе. Согласно информации на официальном сайте Всекитайского собрания народных представителей, Ли Хунчжун, член Политбюро Центрального исполнительного комитета Коммунистической партии Китая и заместитель председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей, впервые с 2012 года посетил некоторые города Восточного Туркестана. Во время визита, который состоялся 18-20 марта, была подчеркнута решительность в политике преследования под различными названиями, такими как так называемое укрепление китайского национального общего сознания и управление государственными делами в соответствии с законами Китая. США выясняют, нарушила ли китайская компания Джон Ксинг, санкционные правила США при производстве чипов для Huawei. Высокопоставленный чиновник Министерства торговли заявил, что администрация Байдена должна проверить, не нарушил ли крупнейший китайский чипмейкер Джон Ксинг правила экспорта из США при производстве чипа для телефона Mate 60 Pro компании Huawei. Правительство Тайваня, находящегося в споре за суверенитет с Китаем, объявило, что считает социальное приложение TikTok угрозой национальной безопасности. Министр цифровых технологий Тайваня Одри Танг заявила на парламентской сессии, состоявшейся на прошлой неделе, что TikTok, главным партнером которого является китайская ByteDance, классифицируется как опасный продукт с точки зрения национальной информационной и коммуникационной безопасности. Председатель КНР Си Цзиньпин встретился в Пекине с делегацией представителей американских деловых, стратегических и научных кругов, включая руководители компаний Blackstone и Qualcomm. Си Цзиньпин заявил, что Китай будет углублять процесс реформ, предпринимая ряд шагов для обеспечения рыночной, правовой и деловой среды мирового класса в стране в новый период.